Темой этого цикла занятий будет применение Торы. Мы будем разбирать, что такое Тора и как ее применять в повседневной жизни. Потому что есть много разных пониманий о толковании Торы, о применении. Есть у христиан свое толкование Торы, есть у разных групп евреев свое толкование Торы. Вы знаете, что даже и гомосексуалисты по-своему толкуют Тору. Потому что как-то я, когда рассматривал, попал на сайт гомосексуалистов. Они, например, толкуют не ложись с женщиной, как с мужчиной. Говорят, что не ложись с мужчиной, как с мужчиной, но с мужчиной, как с мужчиной ложись. Понимаете? Поэтому в разные есть люди, разные трактуют Тору. Мы должны понять, что же действительно является истиной, и что является правильным толкованием Торы. Мы должны понять, какое мы место занимаем в мире. Видите, еврейские, верующие в Ишуа Мессии, они имеют богатейшее еврейское наследие, которое часто противоположное христианство, и богатое христианское наследие, которое исторически было направлено часто против иудаизма. И мы все должны испытывать, и что делать? Хорошего держаться. Поэтому нам очень важно всесторонне рассмотреть все вопросы. И я хочу вас научить не просто определенным вещам, но и принципам, по которым вы сами сможете толковать Тору. И сами сможете рассуждать по Торе. Потому что, безусловно, за несколько часов, которые нам предоставлены, мы все полностью охватить не сможем. Поэтому, я думаю, план занятий у нас будет такой. Вначале мы дадим определения и базовые понятия. И вам придется много записывать. Я расскажу немножко об историческом плане развития толкования Торы, потому что многие уже знают историю еврейскую, многие здесь на первом курсе, и еще не знают или мало знают, что. Поэтому мы разберем в историческом плане. И потом поговорим о частностях. Я, в частности, хочу затронуть такие вещи, о которых обычно мало говорят в христианских церквях, то есть о законах, касающихся брака и секса, почему-то эту тему всегда упускают. По вопросу бизнеса, как правильно вести бизнес, потому что евреи – это народ бизнеса, да? Вот, евреи – это деловары. Деловары – за все бизнесмены. Хорошо. Поэтому мы будем учаться, как правильно вести бизнес, о языке, о культуре речи, о правильном благословении, проклятии, понимании, о том, как уважать родителей. Вот, если будет еще возможность, мы эти частные вопросы тоже разберем. Итак, давайте сначала дадим определение. Поскольку мы занимаемся толкованием Торы, мы должны дать определение, что такое Тора. Что такое Тора? Видите, когда мы говорим, например, я говорю, я изучаю Тору. И встречаюсь с каким-то равеном или с каким-то учеником Ешивы, и он тоже говорит, я изучаю Тору. Часто мы говорим о совершенно разных вещах. То есть, мы применяем одно слово, но у нас разные понятия. Итак, что означает Тора? Я буду писать еврейскими буквами и русскими, некоторые русские транскрипции. Буду писать, кто знает еврейский, пишите еврейский. Кто не знает, значит, пишите русскими буквами. Итак, Тора. Или можно произнести Тора. Ударение можно или на последний слог, или на последний слог. Мы это будем говорить на уроках еврита. Когда говорить будем о разнице между диалектами. Тора происходит от легород. Легород означает наставлять или учить. Поэтому Тора – это что? Наставление или учение. Коренные слова. Смотрите. Горим. Родители – наставники. В русском языке. В русском языке. Родители, они родили. На этом их функция как бы и заканчивается. Но в иврите основная функция родителей, что быть? Наставниками. Горим означает наставники или родители. Море. Море, потому что Т переходит часто в Г и М. Море – это что? Учитель. А Мора – учительница. И видите, само понятие Тора, учение, оно происходит от какого? От Ор. Ор – свет. Поэтому учение – свет. Да, как будет на иврите? Тора – Ора. Тора – Ора. А мне тряпочку, пожалуйста, дайте. Тора – Ора. Итак, Тора – это учение, наставление. Если мы говорим о Библии, и о Библии, которую знал Ишуа, и о Библии, которую знал апостол Павел, когда он говорит, что все Писание Бога вдохновенно, да, и полезно для научения, и так далее. Он не говорил о Новом Завете, который еще тогда не был написан. О чем говорил Ишуа, о чем говорил Павел? Как это называется? Ну, Библия делится на две большие части. На какие части? Некоторые говорят ветхие, это слово не говорю. Не люблю я это слово. Да, старый, да, говорят, Old Testament, да. И Новый Завет. Но когда мы говорим о книгах, все-таки правильнее говорить не о том, что Завет старый, а правильнее говорить Танах. Танах. Т-Н-Д-Х. Танах. Это Тора. Тора. Не-Ви-Им. Не-Ви-Им. И Кту-Вим. Кту-Вим. Об этом говорил Ишуа. Помните? Учение или закон, да, Писание. И что? Пророки. Да. Закон или учение – это Тора. Тора. Значит, Не-Ви-Им. Пророки. Да. И Кту-Вим. Это Писание. И все богодохновенно. Ну, еврейская традиция все-таки говорит, что не одинаково богодохновенно. Я не буду говорить, согласен я с этим или не согласен. Но, согласно еврейской традиции, наибольшим авторитетом что является? Тора. Меньшим авторитетом – пророки, да? Еще меньшим авторитетом – Писание. Потому что в Писании там исторические книги относят и свитки, и так далее. А, кстати, к пророкам относятся, например, книга «Судей». Ну, то есть различное расположение. Ну, вот, что интересно, что книгу Даниила еврейская традиция относит, хотя Даниил сто процентов… Сейчас согласны, что он был пророком. Она относится к Писаниям. А почему? А потому что Даниил абсолютно точно предсказал время прихода Машеха, да? С точностью, да, можно посчитать даже годы. Но это уже более поздняя еврейская традиция. Итак, Тора, Писание, Тора, пророки и Писание. И поэтому, если мы говорим о Торе, можно говорить о Торе, которая записана, Письменная Тора, да, и Устная Тора. Тора записанная называется Тора Ше-Михтаф. Ше-Михтаф. Письменная Тора. И к Письменной Торе относят саму Тору или называется Хумаш. Почему? Хамеш – это что? Пять. А Хумаш – это Пятикнижие. Пятикнижие. Да. Хумаш. Хумаш. Хумаш – это слово Хамеш. Пятикнижие. Дальше. Невиим и Ктувим. И это Танах. Итак, если взять Письменную Тору, Письменная Тора делится как бы в узком понимании, это сама Тора или Хумаш, или Пятикнижие, и в более широком понимании вся написанная часть Библии до Ешуа. Да. Танах, или, как говорят, ветхий, или Старый Завет. И есть еще Тора устная. Ше, Бе, Аль, Пе. Это длинное слово, но все понятно. Пе – это что? Рот. Аль, Пе – как бы на рту, в рту, которая есть. Ше, Бе, Аль, Пе. Которая идет откуда? Из уст. Да? Было Тора дано Маше письменно, и было дано Маше толкование, толкование Торы, потому что Маше сидел один раз в сорок дней, общался с Богом, да? И что Бог делал в Маше? Объяснял, да? Объяснял. И поэтому, говорят, есть Тора письменная и устная. И современную устную Тору равен считает как бы продолжение той Торы устной, которая была дана Моисею. Ну, есть разные споры о том, что раньше появилось в письменной или устной Тора. Мы это попробуем разобраться с этим. То есть, всякие законы Торы нуждаются в истолковании. Если говорят в субботу не делайте никакой работы. Что означает не делайте никакой работы? Значит, вопрос, что означает делать и что означает работа. Правда? Вот, самое лучшее в субботу проспать. Или, может быть, что-то можно в субботу делать. Правда? Значит, возникают такие проблемы. Или возникает вопрос об обрезании. Что обрезает у человека? А где это написано? Ну, вы Тор в оригинале читали? Там написано басар плоть надо обрезать. там написано, что нужно обрезать орган, который называется орла. А это уже толкование. Крайняя плоть. А что это орла? Может быть, ухо, мочку уха надо отрезать. Тоже плоть и тоже с краю. Некоторые говорят, что женщину надо обрезание языка делать. правда? Вот. Еще слово орла употребляется. Слово орла употребляется, когда говорится о растениях. Когда сажаешь какое-то дерево, вот меня дедушка так тоже учил, ты вот цветочки цветут, да? Цветочки цветут на вишни. А дедушка говорит, иди обрывай эти цветочки. А зачем обрывать? А говорит, деревце еще молодое, еще у него не должно быть плодов. То есть, вот это то, что удаляется у растения, это называется орла. То есть, оказывается, растением тоже делают обрезание. Помните, первые три года нельзя пользоваться, да? Потом надо принести первинки в храм или куда там евреи приносят первинки и дальше уже решать вопрос о том, можно ли пользоваться дальше этим деревом. Хорошо. Значит, есть об этом в Торе? Есть толкование, да? Есть толкование. Или, например, вы знаете, что в оригинале Торы нету огласовок. И, например, что нельзя есть внутренний жир с животных, да? Он должен быть сожжен. Но дело в том, что слово халяв жир и халяв молоко пишутся абсолютно одинаковые. Некоторые, значит, если мы не знаем, как читать конкретно по традиции, это место мы можем прочесть совершенно по-другому. Некоторые вопросы в Торе четко указаны, а некоторые надо толковать. Ну, вы знаете, знаменитое толкование насчет мясной и молочной пищи, да? Там евреи уже замудряются. Вот, говорит Бог, пиши, Моисей, не вари козленка в молоке, батери, и не ешь. Да, я понимаю, Господи. Значит, нельзя есть мясную и молочную пищу. Да нет, Моисей, я тебе говорю, не вари козленка в молоке матери и ешь. Понял. Будем есть мясо через три часа после молока. А ты что, дурной был, Исей? Пиши, не вари козленка в молоке матери и не ешь. Ага, понимаю, Господи, надо иметь два набора посуды. А ну, говорит Господь, делайте, что хотите. Правда? То есть, есть разные толкования. Бывают они более мудрые, а бывают менее мудрые. Некоторые вещи понятны, четко, да, некоторые вещи нуждаются и в толковании. И в этом случае без устной Торы нам не обойтись. Но нам нужный вопрос, что же считать действительно устной Торы. И давайте посмотрим, если мы не будем идти от Моисея, а будем идти от Адама. А евреи любят всегда с самого начала говорить. Помните, как Стефан начал свою проповедь, да? Или как евангелисты. Там, Авраам родил Исхака, Исхака родил Якова, и пока дошли до Исхоа, целая глава книги. То есть, начнем с самого начала. Когда Бог говорил с Адамом, он дал ему какие-то определенные заповеди, Адам записывал эти заповеди? Нет. И уже тогда возникло толкование этих заповедей. Помните, Бог дал Адаму три заповеди. Я так, по крайней мере, считаю. Какая первая заповедь? Плодитесь и размножайтесь, да? Вторая заповедь какая? Владычествуйте над всей землей, да? Владычествуйте, там имеется в виду тот глагол, который означает быть хозяином. Не означает хватать все подряд. Да, мне ждать милости от природы, все хватать своими руками. Но именно владычествовать. И одну запретную заповедь дал, да? Что? Не есть, да, не есть плода от определенного дерева. До сих пор идут споры, что это за дерево. Я думаю, конкретно Бог показал Адаму, ткнул пальцем вот это дерево, и от него есть ничего нельзя. А скажите, Адам толковал эту заповедь? А помните, когда Ева разговаривала со змеем? Что сказала Ева? То же самое, что сказал Бог? Она сказала, да, не ешьте, да, и даже не прикасайтесь к ним, и даже не приказайтесь. Это мы видим первый такой образец чисто еврейского толкования, которое называется построение ограды. То есть, для того, чтобы не нарушить заповедь, да, нужно, что? Построить ограду. Ну, например, запрещается человеку, принявшему обед назарейства, есть виноград. А какая будет ограда? Не ходить даже возле виноградника. А то будет идти, увидит красивую рост, сорвал в рот, положил, потом вспомнил. Правда? Мы можем видеть эту ограду, например, в наших церквях. Реально можем видеть, да? Просто некоторые подводят под это то, чего нет в Библии. Ну, например, пятидесятники говорят не пить вина. Не пить вина вообще, да? Я тоже пятидесятник, поэтому я тоже придерживаюсь этой традиции в основном, кроме шабата. Вот. Но откуда эта традиция взялась? Некоторые говорят, вы знаете, ребята, Иисус не пил вина. Вот он не пил вина. Один мне сказал, вы знаете, когда Иисус сотворил вот это вот, взял сосуды, помните, там не хватило вина на свадьбе, он помолился, и там стало вино. Но там было безалкогольное вино. Я говорю, совершенно правильно. Молодцы, Иисус первый, кто изобрел безалкогольное вино, безкофейное кофе и без холестериновый гамбургер. Да, и без кокаинового кока-колу. То есть, вы должны понимать, есть ограда. Почему? Потому что в традиции Ближнего Востока, где жил Ишуа, во-первых, вино пили разбавленное, но это было действительно вино. И Ишуа критиковали за то, что он пил с мытарями, с блудницами, с фарисеями, с этими налоговыми инспекторами. Да, с мытарями. И не за то его критиковали, что он пил, да, а за что? За то, что с кем-то, да, с кем он пил. То есть, это было нормально и во многих странах есть это в традиции. Но правильно делают эту ограду? Правильная эта ограда? Или неправильная? Да, правильная ограда, потому что в нашем обществе очень легко переступить ту грань, которая превращает, да, нету заповеди не пить вино. Есть заповедь не упиваться вином. Но вот эту грань перейти очень трудно. И для того, чтобы такого вопроса не возникало, люди что ставят? Ограду. Это правильно? Я считаю, что это правильно. Я считаю, что это правильно. Но вы должны помнить, что это не заповедь, а ограда. Поэтому некоторые, допустим, употребляют на хлебопреломлении вино, некоторые употребляют на хлебопреломлении виноградный сок. А как правильно? И так, и так правильно. Это устная тора. Это устная тора. В письменной Торе ничего об этом не говорится. Написано вино. Но это может быть и виноградный сок, потому что благословение на виноградный сок идет точно такое же, как на вино. Или, например, православная и католическая церковь по одному вопросу так начала спорить, что православие и католичество разделились. И с, по-моему, 1058 года до 1965 года католики проклинали православных, православные проклинали католиков. Ну, конечным таким вот поводом послужило, каким хлебом совершать хлебопреломление. Пресным хлебом, да, и как у нас мацада, или хлебом сдобным. Кто считает, как правильно? Вот одна церковь, я уже не помню, сказала, что только мацой, только там. А другая говорит, что можно и хлебом сдобным делать хлебопреломление. И так они спорили друг с другом, что начали проклинать. Все. А как правильно? А как Ешио сказал? Это же было на Песах? А если вы не на Песах это делаете? Евреи, когда делают субботу, я думаю, верю, что хлебопреломление, оно действительно произошло от субботнего служения, да? Там преломляют, кстати, не преломляют, а вначале надрезают, а потом разламывают. Вот мы будем в этом говорить, когда будем говорить о кошерности. То. Какой хлеб? Сдобный хлеб. И так вы можете сделать. И так, и так. И у вас нет причин для того, чтобы спорить, как решила ваша церковь или ваша община, так и есть правильно. Понимаете? То есть, есть такие законы, которые устанавливает Бог, но есть такие законы, где мы совершенно свободны. Есть основной принцип. А как толковать этот принцип? Это наше понимание закона, да? И вот такое понимание закона в нашем толковании называется галаха. Слышали такое выражение? Галаха. Глагол лех означает что? Путь идти, да? Значит, галаха – это путь, которым мы идем. Наше хождение перед Богом. То есть, это вот и есть, то, что мы говорим, практическое применение Торы. Да? В Торе написано. Но мы применяем точно так, как написано, или так, как мы это понимаем? Вот это наше понимание, да? Это наш устный закон, по которому мы ежедневно живем. Он называется галаха. Буква «гэй» в русском языке нету, поэтому некоторые говорят «галаха», да? Но говорить «галаха» – «гэ», такое вот мягкое. В других языках, и в казахском языке есть, и в украинском языке, в немецком языке есть такой звук – «галаха». То есть, это наше хождение перед Богом. И кто устанавливает галаху? Бог или люди? Люди. Да? Бог дает возможность нам устанавливать галаху. В Новом Завете об этом сказано? А где сказано? Где сказано, что мы можем устанавливать галаху? Причем это Ишуов сказал. То, что вы свяжете, да? Да, будет связано на земле, то будет подтверждено на небе. То, что вы развяжете, да? Развяжете. Вот, связывать – это кошер. То, что вы сделаете кошерным, сказал Ишуа, то подтвердится и на небе. Итак, кто имеет право устанавливать галаху? Мы имеем право устанавливать галаху, да? На основании чего мы устанавливаем галаху? На основании Торы. Теперь давайте посмотрим, какая Тора появилась раньше. Да. Кошер – связывать. Связывать. Треф – разрывать. Кошер – связывать. Треф – разрывать. То есть, то, что мы свяжем, да? То будет кошерным. То, что мы развяжем, разорвем, то будет трефным для нас, да? И это касается всех вопросов нашей жизни. Не только пищи. Вы понимаете, что есть кошерная одежда, говорят о кошерных евреях, и так далее. Это касается… Ну, чаще всего говорят о пище, но это касается всех вопросов нашей жизни. Вот. Хорошо. Теперь смотрите. Какая же Тора все-таки была раньше? Письменная или устная? Вот. Мнение евреев по этому вопросу разделилось, да? Потому что, если исходить от Моисея, то получается, что вроде была сначала дана письменная. Кстати, вы знаете, что первые скрыжали кто написал? Бог. Но не сохранились они. Как интересно. То, что Ишуа писал, писал он что-то, тоже ничего не сохранилось, да? Не сохранилось. Потому что не было бы у нас тогда повода говорить, вот это написано рукой Бога, вот мы возведем это, ставим святую вещь какую-то, да? Нету сейчас ни ковчега, ни этих скрыжалей. И никто не знает, где они находятся. Я думаю, в этом тоже проявляется Божья мудрость. Но Моше, он под диктовку Бога написал. Но были вещи, которые Бог Моше сказал, да? И Моше передал как устную Тору. Поэтому, если исходить из Моше, то получается, что устная Тора как бы и есть толкование письменной Торы. Но если исходить с самого начала, смотрите, что сделал Бог интересного, когда сотворил на шестой день человека? Кстати, на какой день сотворил Бог динозавров? На какой день Бог сотворил динозавров? Тот же самый шестой день. Если вы почитаете Тору, вы убедитесь в этом. Хорошо. И после того, как Бог все закончил, Он что сказал? Шаббат, да? Шаббат, шаббат. Он прекратил всю, всякую работу, которую Он совершал. И Он сказал шаббат. И этот день, Он что сделал? Осветил, то есть отделил от других дней, да? И что сделал? Благословил. То есть сделал какие-то особенные благословители, сделать особенным благодатым, особенно счастливым, особенно радостным, да? Вот это значит благословить. Хорошо. И мы видим, что Адам был первым человеком, который праздновал субботу, да? И если мы говорим о субботе, я лично верю, что суббота не только для евреев. Суббота дана для всего мира. Адам, он мог встречаться с Ноем? Мог, да? Он долго жил, он 900 лет жил, и он мог встречаться с Ноем. Ну и, как вы думаете, праздновал субботу? Ну вот нигде об этом не говорится, да? Но вот говорится, что он приносил жертвы, да? Вот. Не знаю, может быть, он на шаббат, а может, под искушением Пурима напился. Но нечто он совершал. Сим, или Шем, его сын, вполне мог быть с Авраамом. Встречаться, да? И вот эту традицию шаббата он мог передать своим детям. И когда евреи жили в Египте, они соблюдали шаббат? А кто им давал? Фараон давал им соблюдать шаббат? Да? Захор у Шмор. Захор они помнили. И они говорили, вот сегодня субботный день. И если бы мы были свободны, то мы бы праздновали субботу. Правда? Хорошо. Вот. А еще интересно. Когда вывел Моисей евреев из Египта, и когда зашел вопрос о субботе, скажите, ман начал выпадать после того, как были даны 10 заповедей? Или до того? До того. Значит, это было до заповеди о субботе, да? И когда Моисей говорил, что некоторые там пошли в субботу и начали там некоторые дела делать и собирать там, и зажигать огонь, он говорит, да вы упрямый и жестоковый народ, вы бесконечно продолжаете все это делать. Ну, а это было до 10 заповедей. Значит, евреи могли уже соблюдать субботу. И я думаю, что суббота, субботняя традиция, она не прививалась от Адама. Мы не можем это прямо сказать 100%, да? Но мы видим, что заповедь о субботе, она просто была подтверждена в составе 10 заповедей, да? Теперь возьмем вопрос о жертвоприношении. Возьмем вопрос о жертвоприношении. Смотрите. Кто первым принес жертву? Сам Господь. Сам Господь. Я очень люблю это место. Почему? Это очень интересное место. Когда сказано, что имели особые одежды Адам и Ева, когда они были, говорится, наги, то там буквально употреблено слово баор. Баор. Слово баор, баор, это в свете. Оно может быть и переведено как наги. То есть, есть разные варианты, я еще раз говорил вам, да? Есть разные варианты перевода. И говорят, что Адам и Ева имели бигдей ор. Бигдей одежды света. Одежды света. Видите, когда смотришь на Бога, некоторые люди видели, да? Они не могли увидеть Бога, вот так глаза, вот так, бородочка красивая, и он сидит на облачке, да? Они видели что-то сияющее, подобное человеку. Ну, там говорят, исхалка Ливана, или как раскаленная медь, или так далее. Но они видели нечто свет. Когда люди видят, да, образ Бога, я верю, что Рамбам просто говорил, что у Бога нет никакого образа, это противоречие христианству. Но в действительности у Бога есть образ, да? И некоторые люди видели Бога. И также описывают, смотрите, почти одинаково и Зекииль, и Даниил, и Иоанн. Они, когда видели Бога, почти одинаково описывают. И он в чем? Они не видели конкретно человека, но видели свет. Яркий свет. Вы слышали про такое явление аура? Аура, кстати, происходит от слова Ор. По-казахски оказывается больница Аура Хана. Там Хана, где делает ауру, лечит человеческую. Да, и оказывается, человек, он окружен вот таким свечением. И это не выдумка экстрасенсов. Экстрасенсы просто пользуются небожескими методами. Но это факт. Иногда это свечение становится видимым. Вот Валентин Романович вам показывал на служении такие изображения шаров. И это действительно факт. И человек окружен таким свечением. Иногда эта аура даже видна на особо сияющих святых людях. говорят, яйцо Моисея сияло. Оно тоже было такой аурой. И вот мужчина и женщина, когда они стоят, и мужчина объясняется женщине, и вот есть аппаратура, которая может быть, видимо, эта аура. И он объясняется ей в любви. И вот такой шарик светящийся идет от его сердца к ее сердцу. То есть эту ауру можно увидеть при определенных условиях или запечатлеть на фотопленке. Но когда Адам и Ева не грешили, они действительно были в этом ярком свете. И он окружал, естественно, поэтому они и не стыдились. Потому что они не были голые. Они были в одеждах света. Но потом случилось такое, что они согрешили. И Бог объяснил, и дал им определенные заповеди, что будет в дальнейшем. Говорил, что семя жены, помните, победит дьявола. И Бог сделал им кожаные одежды. Ну, скажите, чтобы убить, сделать кожаные одежды, что нужно? Убить животное. Как вы думаете, он из свинины им сделал? Вот у моей жены, например, есть куртка из натуральной свиной кожи. Кстати, можно носить? Кушать нельзя свинью, да? Вот. А носить нигде по этому вопросу ничего нет. Но я верю, что это не было со свиной кожей. И после этого они оказались одеты баор в кожу. кожанки такие вот. Как сейчас любят носить, да? Кожанки. Баор. Смотрите, то же самое ор, только вместо алиф, да? Буква айн. Хорошо. Итак, видел Адам, как совершается жертвоприношение? Да? А сыновья Адама, Кавель и Авель, Каин и Авель, тоже совершали жертвоприношение? И кто правильно совершил жертвоприношение? Авель. А как вы думаете, Каин просто опять-таки дал неправильное толкование, неправильное применение Торы? Каин, да? Он сказал, что жертву я принесу самое хорошее, что если я вырастил яблоки, лук, помидоры, я их принес в жертву. А правильно это было? А кто же объяснил Авелю, как правильно делать? Я думаю, что Адам. Правда? Адам мог объяснить Авелю, как правильно делать? Откуда он мог это объяснить? Потому что он сам своими глазами видел, как это делал Господь. И когда мы говорим о Ное, почему-то говорится, что Ное, которому, кстати, было разрешено все кушать, в том числе и тараканов, некоторые едят таракану, да, очень ценный белковый корм, в Африке, например, едят, можно было Ное кушать таракану. А почему же Ное выбрал чистых и нечистых животных? У Ноя была написанная Тора? Нет. А откуда же он знал, какие животные чистые, какие животные нечистые? Значит, это была устная Тора, да? Письменной Торы тогда не было. Письменная Тора только подтвердила то, что передавалось из уст уста, из поколения в поколение, правда? Хорошо. Теперь посмотрите, Ной приносил определенные жертвы. Он приносил некошерных животных? Жертвы? Нет. Он не приносил жертву некошерных животных, хотя кушать он их мог, да? Я думаю, что в данном случае вопрос жертвоприношения был именно связан с кошерными и некошерными животными, а не с применением пищи. Хорошо. Авраам. Авраам. Он тоже приносил жертвы, да? И тоже каким-то определенным образом питался. Как вы думаете, Авраам ел свинину? Я думаю, что он не ел свинину. На каком основании мы можем это сделать? Потому что не только евреи не едят свинину. Если бы запрет есть свинину исходил только от Моисея, то только и бы евреи наверное не ели свинину. Но мы знаем, что арабы, которые являются тоже потомками Авраама, никогда не проклинайте арабов. Если потомков Авраама проклянешь, то плохо будет. Я говорю вам. Я люблю арабов, я их благословляю и верю, что семья Авраама через жертву Ишуа Мессии воссоединится. Хорошо. А верблюдо ел Авраам? А вы знаете, может быть и ел. Потому что многие мусульмане едят верблюдов. Да? И возможно уже вопрос о верблюде, о шарности верблюда, это уже был более подробно объяснен Моисею. Но то есть мы видим, что устная тора существовала задолго до письменной торы. Теперь смотрите, устная тора, она гибкая или вот такая замороженная, заторможенная? Гибкая. Потому что меняется обстоятельство, меняется жизнь, появляется нечто новое. Как же получают новую этой устной торе? Вот как получал новые откровения, допустим, Моисей? он просто брал торы и начинал выдумывать, переставим там буквы, как вот некоторые раввины делают, да? Он искал личное откровение, мы можем конкретно это видеть. Когда встал вопрос о престолу наследии дочерей, да? То есть о наследии земли для дочерей, землю понятно передавалась от отца к сыну. Но там были женщины, которых не было, да, мужей, и они не знали, можно ли им получать землю, да? И тогда Моисей сказал, я посоветуюсь с Господом. Это было потом утеряно еврейскими мудрецами, но первоначально устная тора основывался на Божьем откровении, да? И Моисей основывался на письменной торе, на том, что он уже записал под диктовку Бога, но и на устное откровение тоже. А потом уже позднее мудрецы просто стали на своей мудрости уже трактовать. Ну, например, есть что-то в торе, например, ну, о том, что нельзя лечить в субботу. Я вот прошлой неделе специально занимался вопросом субботы всю неделю и внимательно просмотрел тору и нигде там не нашел ни у пророков, ни в самом пятикнижи, что нельзя лечить в субботу. Но уже знаем, что во времена Ишуа некоторые еврейские мудрецы говорили, что этого делать нельзя. Это было правильно? Вот. Потому что вы видим, Ишуа никогда не выступал против закона, против Торы. Но против неправильного толкования Торы. То есть есть толкования, которые получаются по Божьему откровению, а есть по человеческой мудрости. Об этом говорил и Павел, что есть мудрость какая? Божья, а есть человеческая три вида мудрости. И какая еще ниже? Бесовская. Потому что дьявол нам тоже будет подсовывать определенные трактования Торы. Скажите, дьявол умеет трактовать Тору? Ну, мы видим это на образце, например, когда он разговаривал с Ешо, он берет Псалом и ты не приткнешься ногой своей и говорит, ну вот написано, иди, прыгай сверху вниз. Но Ешо сказал, не искушай Господа Бога твоего и так далее. Он конкретно обращался к Писанию, чтобы вы понимали. Когда вы читаете, например, Талмуд, это записанная устная Тора, там есть какие откровения? От Бога есть человеческая мудрость, а бесовская? И бесовская тоже есть. И нам надо уметь все это различать. Вот поэтому мы должны и научиться правильно, правильному толкованию. Правильно? Хорошо. Сколько у нас? 10-25. Еще 5 минут у нас есть. Хорошо. Итак, мы должны научиться правильному толкованию Торы. Итак, что у нас является основой? Письменная Тора, да? Письменная Тора. И что еще является? Устная Тора. Устную Тору мы можем менять в зависимости от смены обстоятельств. Иначе, вот почему была ошибка большая, когда устная Тора была записана. С одной стороны, это было хорошо, потому что равенов тогда было мало, их убивали, преследовали, и надо было как-то традицию сохранить. Но с другой стороны, эта традиция какой стала? Мертвая. В Торе что-нибудь сказано о электричестве? А слово электричество есть в Торе? Есть. Слово электричество есть, нет. Свет это Ор, а электричество Хашмаль. Легко запомнить захошмалиться легко можно. Один, который нёс ковчег, тоже захошмалился, как вы помните, да? Вот это слово употребляется в современном языке как электричество. Но что-то в Торе есть, что надо вкручивать, выкручивать, лампочки в субботу, лифт на автоматику ставить. Нет. Я думаю, что там об этом ничего не сказано и не нужно это лишнего придумывать, да? Вот. Или есть заповедь не зажигать света в субботу, значит, не зажигать, вернее, огонь. В субботу хорошо, огонь. А если мы едем в автомобиле, там что будет? двигатель мутреннего изгорания. Недаром говорил великий и мудрый Мухаммед, да? Первый водитель этого автомобиля. Хорошо. Значит, что получается? Можно ездить субботно на автомобиле или нет? Как обходят это ортодоксально евреи? На автомобиле, значит, нельзя ездить, а передвигаться по воде можно. Поэтому если мы берем плацерковую бутылку, наполняем водой и под капот машины привязываем, мы можем ездить в субботу. Вот если взять трактаты Талмуда, то есть трактат Шаббат о том, чего нельзя делать в субботу. И еще один трактат, ну так раз в пять больше. Как обойти те все законы, которые сами придумали евреи? Вот поэтому евреи всегда самые лучшие адвокаты и бюрократы они сами создают законы, которые никто не может выполнить и сами придумывают как их обходить. Хорошо, делаем перерыв. субтитры и субтитры субтитры и субтитры Продолжение следует...